если ребенок осознанно принимает желание отказаться принимать участие в реальной жизни то он делает просто шаги в сторону отказа от жизни если нам это не удастся тогда дети будут служить гаджетом и гаджеты их поработят это помешает компьютерной зависимости агрессировать и уничтожать личность вашего ребенка а мы уже снимаем да как избавить своего ребенка от компьютерной зависимости и от зависимости от гаджетов меня зовут эленда рарина я эксперт в области обучения людей специалистов помогающих профессий в этом видео я расскажу тебе о том что делать если у твоего ребенка компьютерная зависимость мы поговорим о том как сохранить уважение к себе не крича соблюдая то что называется родительской мудростью отучить свою чадо от гаджет когда мы говорим о компьютерной зависимости стоит сказать о том что это такая же сильная зависимость как и зависимость от гаджетов зависимость от селфи и огромного количества многих новых зависимостей которые появились в связи с развитием цифровых технологий казалось бы что тут странного ребеночек фотографирует себя выкладывает свои фотографии в инстаграме и других социальных сетях очень даже миленько люди лайкают и счастливы но на самом деле наше желание сфотографировать равно нашему глубинному внутреннему желанию присвоить мы привыкаем что то что мы фотографируем становится тем чем мы обладаем если ваш ребенок склонен к чрезмерной зависимости от гаджетов например он много фотографирует или он много играет в гаджетах в разного рода игры или например он называет это головоломки головоломки но на самом деле вы понимаете что никакие это не головоломки что это самые обыкновенные компьютерные игры это обозначает что вам пришло время бить тревогу и вам как родителям нужно что-то делать со своим ребенком в этом видео я расскажу о трех обязательных шагах которые крайне необходимы для того чтобы помочь ребенку если вы заметили что у него есть зависимость от гаджетов и так ставьте лайк подписывайтесь на канал и прямо сейчас я расскажу вам что делать моя практическая работа с детьми составляет 11 лет я работала школьным психологом помогая огромному количеству детей и взрослых освободиться от разных проблем тема компьютерной зависимости зависимости от гаджетов достаточно частая проблема с которой приходят родители если ваш ребенок еще ребенок дошкольного возраста я рекомендую вам обратить внимание на аудио сказки которые называются антикапризин и особенно на сказку которая называется прилипчивый телевизор сообщество профессионалов создало прекрасную подборку терапевтических сказок которые могут помочь вашему ребенку без морального насилия родителей понять свои проблемы и избавиться от них если же ваш ребенок более старше если ваш ребенок подросткового возраста в этом случае конечно дело усложняется тем что у такого ребенка должен быть личный пример и этим личным примером должны стать войны первое правило которое мы реализуем когда обнаруживаем что наш ребенок склонен к зависимости от гаджета мы вводим так называемую культуру на гаджеты которая касается всей семьи поверьте если у вашего ребенка есть зависимость от гаджетов это означает что у вас тоже есть зависимость чаще всего от гаджетов но иногда от других вещей зависимость от гаджетов предполагает увлеченность ребенка виртуальным миром и его отказ добровольный от включенности в реальный мир если вы подумаете немножко глубоко не хочу вас пугать но как специалист должна сказать вам правду если ребенок осознанно принимает желание отказаться принимать участие в реальной жизни то он делает просто шаги в сторону отказа от жизни и не для кого из вас не секрет что ребята имеющие серьезные проблемы с зависимостью от компьютерных игр часто заканчивают свою жизнь не лучшим образом в юном возрасте для того чтобы этого не произошло мы сегодня с вами разбираем что же делать с детьми у которых обнаруживается эти сложности в поведении прежде всего как я уже сказала культура гаджетов до какого-то времени никто не использует гаджеты и после какого-то времени в вашей семье никто не использует гаджеты сюда же я отношу культуру отдыха вам очень важно пребывать на свежем воздухе вместе со своим ребенком вы должны буквально подсадить своего ребенка на какие-то активные виды спорта вы должны сделать так чтобы тело вашего ребенка потело и уставало если это происходит это помешает компьютерной зависимости агрессировать и уничтожать личность вашего ребенка это первый шаг второй шаг когда мы помогаем детям с компьютерной зависимостью безусловно это обеспечить ребенку стабильное общение со специалистом очень сложно остаться в этой жизни любить ее и выбирать ее когда ты не знаешь себя именно для этого созданы детские психологи и коучи арт-терапевты специалисты в детских центрах развивающих для того чтобы они помогли ребенку реально испытать интерес к себе как личности например на своих уроках психологии я очень любила рассказывать детям разные истории разные факты мы анализировали жизни успешных людей их потери их поражения их победы я старалась детей влюбить в жизнь каждым своим уроком психологии именно это делают специалисты когда вы водите ребенка на занятия например картерапевту или психологу важно чтобы между вами ребенком появился специалист который будет буфером смягчающим удары а поверьте они обязательно будут потому что не так просто отказаться от телефонной зависимости она буквально манит нашу руку я вам сейчас это докажу вспомните сколько раз в день вы делаете такой жест это означает что вы где-то потеряли свой мобильный телефон или вы сидите читаете книгу ваша рука как бы произвольно каждые пять минут куда-то тянется узнаете себя но многие современные люди выглядят именно так и конечно же мы должны понимать что гаджеты это будущее наших детей и они будут расти в другом пространстве но если вы научаете детей работать с помощью этого тогда гаджеты будут служить вашим детям если нам это не удастся тогда дети будут служить гаджетом и гаджеты их поработят и третий шаг который обязательно нужно сделать если ваш ребенок имеет тенденцию к так называемой компьютерной зависимости на курсе арт-терапия в работе с детьми у нас есть целый блок посвященный практикам которые делают психологи когда к ним приходят такие маленькие клиенты с зависимостями да третий шаг очень важный он называется полное принятие такой знаете конституции если хотите семьи где вы вместе с ребенком размышляете о том кем он станет кем он станет завтра кем он станет через неделю очень важно помочь ребенку составить устойчивый образ своего будущего потому что если ты точно знаешь что ты станешь великим спортсменом классным пианистом или просто хорошим человеком то вряд ли в этом будущем есть человек который сидит уткнувший свой гаджет нажимает кнопки не видит людей и так далее и так далее очень важно чтобы вы проговорили со своим ребенком и делали это каждый день о том куда он идет знаете один прекрасный учитель его зовут брэйан трейси очень известный тренер он говорит наверное единственный о таком очень интересном понятии как последствия нам очень важно научить своих детей понимать каким последствиям ведут их действия если ты сейчас покушал какие будут последствия если ты сейчас не покушал какие будут последствия если ты сейчас выполнил свое задание которое ты получил в школе какие будут последствия а если не выполнил буквально задриллить говорит мой педагог по английскому это в своей голове научить ребенка думать идеи последствий для Многие взрослые, кстати, это тоже очень полезная идея. Это были три совета, три рекомендации о том, что делать для того, чтобы помочь своему ребенку не вступить в беспросветный путь компьютерной зависимости, из которого, поверьте, выбраться очень сложно. Многие специалисты, которые работают вместе со мной в этой теме, также говорят о том, что трудотерапия, то есть приучение ребенка к труду, физическому в том числе, является еще одним классным инструментом в работе с зависимостью от гаджетов, и я с этим абсолютно согласна. Так как вы получили огромное количество практического материала, буквально по принципу «бери и внедряй», ставьте лайк, подписывайтесь на канал и идите внедряйте. Меня зовут Елена Тарарина, и у меня для вас еще много полезной информации.